Дорогие друзья, мы продолжаем читать Бхага Вадгиту, как она есть с комментариями его божественной милости Ачир Бхакти Данта Свами Шилапова Пады которая опирается на комментарий предудинической преемственности то есть это знание не может быть просто прочитано при помощи ума или наших чувств воспринято необходимо чистое сердце и взаимоотношения поэтому есть особая наука которая описывает взаимоотношения гуру-ученик где говорится, что каждый человек он является учеником и каждый человек является гуру также то есть две квалификации мы должны иметь одновременно ну а обычно, что мы видим в мире или в миру, так скажем что если человек становится учителем он уже больше не считается учеником а если он ученик, то он пока еще не отождествляет себе с этой роли учителя но в физической культуре, как только человек учится в школе даже, гуру-кула он уже становится учителем если что-то знает для кого-то уже его занимают в этой роли таким образом один духовный учитель может иметь много учеников которые еще друг друга обучают очень как бы такая практичная вещь это преемственность в этой преемственности все являются ученики и все являются учителями есть особо выделяющиеся ученики и особо выделяющиеся учителя это те, кто уже достиг чистоты чистоты помыслов чистоты поступков чистоты речи которые может контролировать чувства собственно вся наука направлена на контроль нашего материального существования не давать волю чувствам волю уму чрезмерную это может навредить человеку именно вред от собственного ума от собственных чувств от собственных представлений от ложных представлений которых очень много в ложном понимании себя в ложном понимании мира то есть ну как бы в неведении так говорится если человек чего-то не знает на этой месте у него существует какое-то ложное представление поэтому необходимы знания и для этого необходим контроль вот этих ложных наших побуждений ума чувств и поступков речь так же уже описывается аштанга-йога в шестой главе это очень сложная йога я думаю, что когда речь идет о йоге то в миру люди сейчас понимают это как аштанга-йога или сад-чакра-йога чаще всего это они с асанами это как-то отождествляют с какими-то процессами ям в различных укладах жизни таких как семейная жизнь или в отшельничестве в разном возрасте потому что практиковать сад-чакра-йогу очень сложно сейчас в наших условиях с нашим здоровьем с нашей продолжительностью жизни поэтому нам нужно понять саму суть что суть йоги это контроль ума прежде всего центр центр нашей как бы вот практики как обуздать ум и вот Бхагавадгита говорит, что лучшие всех йогов это тот, кто постоянно думает о Кришне в абсолютной истине то есть о Боге о Божественном это лучшие всех йогов то есть цель всех этих путей йоги думать о Боге ям-ям-ва-пис-маран-баван от этого зависит твоя следующая жизнь следующее твое бытие к чему ты готовишься то есть подготавливается ум именно то есть мы совершаем йогу на уровне ума на самом деле а внешне ничего не меняется потому что человек может заниматься деятельностью обычной как и все но при этом быть высочайшим йогом если он выполняет свои обязанности как сказать в миру помыслы его с Богом это высочайшая йога и я напомню что Бхагавадгита она переводится как песнь Бога или божественная песня или песнь Бога то есть непосредственно от лица Бога от личности Бога это исходит это ее особенность этого писания что есть такие произведения вот видите где сам Бог может говорить оказывается в западном мире или в миру люди все это обсуждают Бог говорит или не говорит есть у него форма какая-то или нет формы какой он или такой или такой воображают что-то но вот вам видите Бхагавадгита причем я хочу сказать одну особенность почему так сейчас она необходима Бхагавадгита нам всем религиозным не религиозным людям неважно сейчас потому что Бхагавадгита она дается тогда когда утрачивается знание утрачивается знание это первая глава Бхагавадгита объясняет и во второй главе также объясняется то есть когда приходит в упадок религия что значит упадок мы сейчас с вами живем в мире где религия и безбожие смешаны в одно целое видите вот это упадок называется или болезнь общества так же как вы человек здоровый вот в таком виде если у вас есть примеси каких-то там болезнетворных микробов или плохих мыслей вы уже нездоровый человек и так религия если человек следует и мыслит чистым образом духовным образом он здоровый человек позитивный радостный счастливый бесстрашный описывается трансценентный качество непривязанный к плодам отвеченный склонен к благотворительности к размышлениям об абсолютной истине мы сейчас редко таких людей найдем которые утвердили святым но ищущие есть ищущие это люди обычно страдают от болезней беспокойства ума отношения политика все приносит беспокойство пандемия кризисы постоянные это что за жизнь то есть кто-то может это осмыслить и вот для таких людей дается бхагава гид чтобы отделить вот эти вещи внутри себя отделить материю и дух то есть религия это чистый дух когда она смешивается с материей наполняется материальными уже помыслами и мотивами она становится как бы ложной религией или религии не оправдающей как бы ну свое предназначение например первое предназначение религии заключается в том чтобы людей увести от греховной деятельности здесь в бхагаве описывается карма а карма векарма разные виды деятельности карма это благочестивая деятельность а карма духовная деятельность и вот как бы цель религии любой любой дать заповеди то есть увести china от плохих вещей и запреты означает Яма, не яма. Это первая ступень йоги, контроль ума. Любая религия дает обязательно какие-то заповеди. И когда люди не могут следовать этим заповедям, значит, в чем проблема, в чем недостаток? Вожделение, да, желание, не могу преодолеть. Вот понимаете, вот они все говорят, слаба плоть. Здесь то же самое в Гите говорится. А если плоть слаба, если вот вожделение есть такая сила, которая меня влечет к греху, помимо моей воли, я вот читаю Писание, а и грешу при этом. Христиане или мусульмане, кто бы ни был буддистов, все равно вот я читаю, знаю, стремлюсь, но грешу. И тогда здесь в Гите сам Бог говорит. Трудно победить это, но возможно при помощи трансцендентного знания. Вот это и дается Бога в Гите. Когда мы получаем трансцендентное знание, с этим приходит сила контролировать вожделение. Единственная превосходящая сила вожделения, это трансцендентное духовное знание. Душа выше материи, говорится. Поэтому при помощи духовного знания можно обуздать материю. Другим способом нет. Если религия падает на материальную платформу, она не может обуздать грех. Выполнить свое предназначение. Это падение как бы нравов, падение веры, падение религии. Хотя формально она, конечно, должна существовать. Хотя бы формально, иначе уже это общество нельзя назвать цивилизованным. В полном смысле слова. Хотя бы храмы должны быть красивые, службы. Все это просто как факт существует, какое-то напоминание о Боге хотя бы у людей. Должно быть обязательно. Так на сердце легче становится, говорится. И, конечно, люди есть разные. Тут описывается в Бхагавадгите. В 14 главе описывалось, что разные гуны, разные люди, которые по-разному отнесутся и к Бхагавадгите. Здесь тоже об этом говорится. И вообще к миру. Люди сейчас склонны используя слово «секта» для защиты своей материальной позиции. Националисты это делают обычно. Исты какие-то, капиталисты, коммунисты. Измы, измы, измы. И люди в невежестве... Например, если человеку запретить пить водку, любой, кто запрещает, это секта. Вот это в невежестве. Что такое секта, а у них нельзя пить водку по праздникам даже. Это секта. Даже курить нельзя, понимаете? Очень такая, знаете, секта. Курит, выпивает, обсуждают, в общем, философствуют люди. Это в невежестве. Вот многие люди используют слово «в невежестве». Другие говорят, но, понимаете, нет, нет, нет. Секта — это другое. И мораль тоже запрещает много пить, и здравоохранение говорит то же самое. Но вот суть секты в другом. Секта, которая отрицает материальные ценности. Они говорят, жизнь временна, зачем вы цените все это? Давайте пойдемте к Богу, бросайте все это. Вот что они проповедуют нам, видите? Они вот эту часть понимают в страсти, а остальную часть не могут прочитать. Не вмещается. И таким образом, они говорят, секта так, от которой вот против настроенного светского общества, против нашей материального счастья, значит, против семьи, против детей. Они так понимают это все. Вот, и в гуне благости человек понимает, что ищущие люди, те, кто ищет именно абсолютную истину, они могут быть в разных религиозных группах, религиях, но это не является сектой, потому что они ищут истину. Поиск абсолютно истины не является сектантским. То есть вы не нашли еще, но вы в процессе, это уже не сектантский подход. И что же мы предлагаем? Секта, хорошо, но давайте сами разберитесь в этом. В какой гуне будем разбираться с вами? В невежестве? В страсти? Или в добродетели? Вы понимаете, чтобы разобраться в этом вопросе сектанства, нужно самому подняться на уровень гуны добродетели, поиска абсолютной истины. Потому что средства массовой информации не ищут абсолютную истину. Они обсуждают политику и мирские дела, поэтому с точки зрения гуны страсти они могут говорить правильные вещи, что да, мы отречены, может быть, да, Гитана, это отречение, потому что Арджуне пришлось убивать своих родственников. Человек гуни страсти скажет, как это? Что такое за священное писание? Все священные писания говорят о любви к ближнему, а тут убить родственника, учителя. Вот это их, как бы, останавливает многих людей. Но при этом, когда, скажем, военные действия начинаются в каком-то, в какой-то стране, они говорят своему сыну, иди умри там, за родину. Они говорят, из любви к тебе я тебя спрячу, не пойдешь на войну, будешь дезертиром. Позор! Иди умри! А, долг существует. Так, если есть выше еще понятия, чем просто сентименты. Иди-то, она рассматривает, как бы, эти вещи. Духовный долг, духовная религия называется, религия души. Душа использует тело. Вот это религия души. А когда тело использует душу, это материализм. Тело пользуется энергией души для чувственных наслаждений, органов восприятия. Языком что-то пробовать, глазами что-то красиво смотреть, ухом слышать какие-то звуки. Они живут ради этого. Это скупец, очень скудная культура, не удовлетворяющая душу. Ни одного человека нет удовлетворенного в результате. Сколько бы мы ни ели, ни пили, ни смотрели, ни слышали всяких музыкальных произведений, прекрасных концертов, культуры развивали. Никто не удовлетворен. Не найдете ни одного человека. Полностью бы обрел вот это удовлетворение, счастье, мир в душе. Люди слушают и музыку сейчас, и все культуры открыты, и китайская, и индийская, и западная культура, и австралийская культура, и племенная культура, и там, не знаю, какие там, все что угодно хотите сейчас. И бинга-бонга, и орган. Все, что не хватает человеку, и он недоволен. И все равно не хватает чего-то. Видите, интернет уже все там есть, что хотите, и все равно недоволен. Вот поэтому сейчас очень нужна Бхагавадгита. Бхагавадгита как раз для этого предназначен, что вывести людей на вот этот чистый духовный путь, чтобы все эти религии обрели свое былое духовное могущество, такое, когда присутствовали пророки на земле. Когда Иисус был на земле, когда пророк Мухаммед был на земле, люди понимали, о чем речь идет, потому что это была трансцендентная чистота, бескомпромиссная любовь к Богу, преданность. А сейчас много компромиссов, поэтому мы как бы, нам трудно разобраться в этом. Вот поэтому нам нужна Бхагавадгита, она острая, как лезвие скальпеля, как говорится, она разделяет очень четко все эти вещи на свое место. Это все-таки песнь Бога. Это его разум. Если вы обратите на себя этот разум, то вы обретете такой же разум. И как же обратить этот высший разум на себя, чтобы он заметил меня? Читать Бхагавадгита все просто. Ничего сложного нет. Просто интересоваться, что-то сложно. Мне говорят, что нужно сразу соблюдать какие-то сложные йогические упражнения или какие-то невозможные вещи творить там, контролировать чувства и отречение какое-то принять непомерное. Не в этом дело. Сначала мы получаем просто знания, и вы увидите, как сила в знании есть. Вы обретаете силу. Сейчас нужны силы нам, чтобы что-то делать лучше, а не хуже и хуже. Это все слабость, болезнь. Хуже и хуже. Хуже и хуже. Если мне 62 года, я могу сказать точно, что хуже и хуже. Интересно, когда наблюдали молодежь, они говорят, а лучше и лучше. Какие сейчас телефоны на сотовую? Это лучше и лучше. Телефон это лучше. Но жизнь, нет, не улучшается на самом деле. Возможно, я просто старею, я извиняюсь. Возможно, действительно, все лучше и лучше. Тут разные мнения могут быть. Надо признать, конечно, что технологии, правда, фантастические. Я сижу здесь, и вот видите, трансляция идет по разным городам мира. Это же лучше, чем раньше. Раньше такого не было. Самолеты стали более безопасные. Я летал на А-24 еще. А сейчас такой самолет есть. Но уже как-то модифицированный, лучше. Не такой шум. Ну, я летал часто, потому что жил на Дальнем Востоке, на острове, туда только самолеты. Мне приходилось несколько раз в год летать на А-24. Сейчас я покажу, как это происходило. И так всю дорогу. Три часа. Даже когда вы кричали в самолете, в салоне не было слышно, что от вас хотят вообще. Да, да, серьезно. И вибрация была такая вот. Ну, это турбовинтовой самолет. Такой он считался самой надежной, но очень грубая такая технология была. Ну, по-русски все просто. Вот западные технологии победили. Видите, мы сейчас пользуемся западными технологиями. Там все как бы человека гуманно. Там они заботятся, чтобы шум не превышал нормы. Там и вибрация. В общем, заботятся о всех этих мелочах. Что Павел был приятный. Стюардессы выходят прекрасные. Нимфы такие, знаете, бесстрашные. В вечно духовной форме. И вы верите, что вы долетите, конечно же, с такой красивой стюардессой. Если трясет, он говорит, дорога такая, ничего страшного. Вот вам конфетка, карамель. Что хотите еще? Может, выпить? В окно смысле 10 тысяч метров. Боже мой, а тут тюардесса. Комфорт. На 10 тысяч метрах устраивают люди. Конечно, лучше. Но что касается здравоохранения, вот трудно сказать. Вот в этой, на этом поприще мы видим, что сложнее стало. Больше каких-то неожиданностей появляется. И что касается образования, тоже мы видим сомнительный вопрос. и науки. Многое пошатнулось. Смотрите внимательно, о чем я сейчас говорю. Гуна страсти не самим лучше. Образование, медицина, это гуннодобродетели страдают. Так мы развиваем одну только сторону, видите, чисто внешнюю, оказывается, гуну страсти. По меркам гуны страсти мир очень продвинут, правда? Очень продвинут. Как никогда. Фантастика, фантастика, интернет, это одна из таких вот вещей, которых мы читали только фантастические рассказы тогда в молодости. Осуществили. А что касается понимания психологии человека, здоровья человека, его удовлетворенности внутренней, снятия стрессов, опять же, при помощи страсти, таблеток только, тормозить. А просветить человека не может образование и медицина. Сделать счастливым его. Вот это недоступно. Вот для этого мы должны читать Бхага Аудита. Пользуясь технологиями не запрещается. Это хорошо. Удобно. Если этой технологией пользоваться не в духовном смысле, она ускорит деградацию. Можно распространить быстро плохие вещи. Тоже видите. По интернету, по сотовым телефонам тоже можно использовать. Много плохих вещей, правда, распространяются в интернете. Запрещенных для просмотра. Молодежи, допустим, смотреть детей. Они все равно туда проникают, им же интересно. Это наносит вред их психике и их духовному здоровью. Но также, если интернет использовать, видите, читая Бхага Аудиту, и нужно больше и больше, чтобы подключались другие люди, кому интересно Бхага Аудита, чтобы они тоже читали по интернету Бхага Аудиту, рассказывали другим, мы сможем, да, улучшить мир таким образом. Потому что здесь как раз вот это необходимое трансцендентное знание. Противоядие вот деградации. Это было небольшое вступление о Бхага Аудите, как бы напоминание, потому что мы читаем раз в неделю, также был перерыв из-за пандемии. Что же такое Бхага Аудита? Это вечная религия души. Что такое наше вечное свойство? Говорят о чаре о чаре прошлого. Они объяснили, Рупа Госвами сказал об этом. Что же является вечной религией, да, нашим вечным свойством? Религия, синоним религии это свойство природы. И поскольку есть материальная природа и духовная, то есть как бы различные разделы религии или дхармы. Упа, дхарма и санатана, дхарма. Ну, их по названию больше, но две группы возьмем сейчас основные. Упа, дхарма. Дхарма это религия или природа, свойства? Вот, вода жидкая, это ее религия, ее свойства. Мы должны учитывать свойства воды, когда входим с ней в контакт. Мы не можем наступать на нее, как на твердое вещество, мы утонем. Вот, нужно понимать ее свойства, да, иначе не будет взаимодействия правильного. Свойства огня, то же самое, нужно знать, как с ним быть осторожным, как его использовать, и польза будет. Это дхарма называется, или религия. И есть свойства человека, скажем, профессиональная склонность какая-то. И вот нужно знать, как использовать эту дхарму для пользы. Например, я могу иметь интеллект по природе, вырожденный, это моя природа будет, высокий интеллект, но я могу его использовать для того, чтобы обманывать других, менее разумных людей. Назовется кайтова дхарма, ведь отклонение от дхармы. Вредоносная религия. Ложная религия. Но если я эту природу, этот интеллект использую для пользы других, так бы в сознании Бога, сознании полного целого, для блага общего, это будет уже религия называть, истинная религия, несущая благо и свет всем. Значит, свою природу материальную, интеллект, или у меня умелые руки, или я хороший бизнесмен, или я управляющий, это все относится к упадхарме, к нашей материальной природе. и шахтар обучает, как ее использовать правильно, для блага всего. Для этого нужна санатана дхарма, или вечная религия души, отвечает на запрос. Как? В служении. не ради собственной выгоды, а в служении Богу, это и есть вот эта санатана дхарма, вечная религия души, служить Богу. То есть, мы по всей природе слуги. Что бы мы не делали, в Боге или без Бога, так сказать, мы все равно слуги. Это никуда не деть, видите, это как свойство воды жидкой, так же мы слуги. Как сахар сладкий, так же мы слуги. Мы частички, а это означает, что часть служит целому. Часть всегда служит целому каким-то большим каким-то вещам, полным вещам. Это часть. Мы частички, значит, мы слуги целого. И вот этому обучает Бхагавадгита. Как сознавать это полное целое или сознавать Кришну, сознавать абсолютную истину, сознавать Бога. Сознавать Бога в сердце можно, сознавать можно Бога через деятельность, через философию. Через просто правильное поведение даже. Это все различные пути йоги. Как мы сказали, их может быть очень много. Эта глава называется совершенство отречения. 18 глава это уже заключительная глава совершенства отречения. Тот, кто правильно поймет эту главу, он достигнет совершенства. На самом деле отречение невозможно в материальном мире. мы все равно будем пользоваться материальной энергией. Так вот мы сейчас сидим на диване материален. Видите, я использую его. Используем также интернет сейчас. Это материальные ресурсы. На мне есть одежда, даже книга сделана из бумаги. Как же мы отрекаемся? В каком смысле? Это описывается в Бхагавадгите. Потому что не отрекшись от мира, мы не можем подняться на духовную платформу. Если мы привязаны к материи, значит мы не привязаны к духовному. А если мы привязаны к духовному, значит мы не привязаны к материи. Значит если мы используем эти материальные вещи в служении Богу, это становится духовным все. А Духа творится. Ваш дом, ваш ум, ваше тело, ваша речь, ваши поступки могут одухотвориться. Материальное тело может действовать как Дух. Это совершенство отречения. То есть говоря простым языком, когда вы действуете из любви к Богу, вы признаетесь духовным человеком высочайший уровень. Потому что это цель всех путей йоги обрести вот эту любовь в сердце. Вот в чистом сердце это возможно. Поэтому здесь речь идет о различных путях очищения, возвышения, продвижения. Вот это и есть прогресс в угоне благости или духовной жизни, когда мы обретаем эту божественную, трансцендентную, ни с чем не сравнимую, безграничную, неисчерпаемую любовь к Богу, которая автоматически занимает нас карма-юга, гьяна-юга, автоматически все плоды этих процессов автоматически есть в этом процессе. Разве если вы любите кого-то всем своим существом, разве вы не думаете о нем круглые сутки даже во сне медитации, а разве вы не служите ему, ради него не живете, это карма-юга. И что бы вы ни делали, что бы вы ни ели, о чем вы не говорили, вы подразумеваете эту личность, потому что это любовь, это связующая, это связующая, самая сильная связующая йога. И говорится, что это любовь, когда человек достигает необратимо, вы никогда не упадете, потому что это взаимно. Вас лично поддерживает Бог в сердце, личность Бога, лично заинтересован вами становится, если вы любите личность Бога. Это наука, это великая наука, говорится, выходя за пределы наших представлений, даже религиозных каких-то практик, потому что это Багавадгита песня Бога. Он источник всех этих религий, он причина этих религий, и он цель и смысл этих религий. Я прочитаю несколько текстов из этой главы, здесь у нас 19 текст, 18 глава, три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действия и три вида исполнителей. Сейчас расскажу тебе о них. Три вида знаний существуют в соответствии с гунами, три вида действий и три вида исполнителей этих действий. Видите, как конструктивно Кришна говорит Бхагавадхи, можно начинать научную работу, исследование. Все безупречно. Изучают Бхагавадхи досконально. Каждую букву санскрита изучают Бхагавадхи. Невероятно. Все невероятно. ни одной погрешности. Кто же эту книгу написал вообще? Да, это ученые мира, санскритологи, философы, все самые выдающиеся умы обращались к этой книге и находили ответы. Итак, любой вопрос, который у вас есть в жизни, серьезный, обратитесь к Бхагавадхи, и найдете ответы. Независимо, в какую эпоху вы живете, и в каких условиях находитесь. Она не зависит от материи. То есть решение всех наших вопросов и проблем нематериально. В материи не найдем. Даже в современном обществе материальном не найдем ответы. И в прошлом тоже. Если мы говорим о материальном устройстве общества, не найдем ответов до конца. Потому что ответ духовный. Знания позволяющие человеку, несмотря на многообразие, на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знания в гуне благости. Сейчас мы что-то уже знаем о гуне благости, потому что есть проекты такие в России во всяком случае. Есть такие проекты, как энтузиасты, это волонтеры делают такие. Те, кто читал Гиту, практикуют Багават Гиту и практикуют гуну благости, они хотят людям тоже рассказать об этом. Есть такие клубы, есть такие фестивали уже многие годы проходят в России на юге. Благость называется. Это отсюда, из Багават Гиты. Благость. Но здесь говорит, смотрите, благость это не просто какие-то приятные вещи. Знания в гуне благости. Можно считать человека в гуне благости, когда он уже обрел знания в благости. Не просто есть сатвичную пищу, это начало. Или поднимается рано утром, это тоже элементы саттвы. Это лишь элементы саттвы. Саттва должна быть познана в полноте во всей. Та же, как есть десять заповедей, недостаточно одну заповедь соблюдать, все десять нужно соблюдать. Тогда считается, что вы духовный человек. Если вы не можете соблюдать какую-то заповедь, не соблюдаете, уже вам нужно работать над собой, не будет признания такого. Свыше признания не будет. То есть нужно овладеть полнотой. И вот и гуна благости здесь говорится знание, которое позволяет человеку видеть, несмотря на разные виды жизни, есть разные виды жизни перед нами, формы, биологические формы. Ну вот дерево, скажем, и собак. Это одно и то же? Нет, не одно и то же. А здесь говорится одно и то же. С точки гуна благости, когда видите внутренним взором, вы не видите разницы. Ну вот так же, как, например, вот есть человек в такой одежде, в такой одежде, тот человек, и тот человек, вы не видите разницы между ценностью. Вот он в рабочей одежде, а этот в парадной одежде. Ну и что? Ну так одежду он сменит. А человек-то суть его та же самая, вы не видите разницы. Подобный пример, если вы видите душу. Вот нам сейчас катастрофически не хватает этого видения, потому что мы защищаем один вид жизни, а другому вредим, сознательно причем. Как это? А любви к человеку говорят, а обои не открывают для коров. Это отсутствие гуны благости. То есть мы не достигли как общество видите такого уровня. Гита говорит, вот знание есть в гуне благости. Мы утратили его. Мы говорим, вот этот черный, этот белый. Не буду я с ним общаться. Он черный, а этот белый. Я его тоже ненавижу, как он меня. Расизм, нацизм, шовинизм, фашизм, что угодно сейчас измов, пруд в пруде. Это все невежество. Потому что нас объединяет только духовная природа. Смотрите, материально разделяет. Вот эти виды, формы жизни, когда мы с ними отождествляем, это уже страсть. Это знание в гуне страсти. То есть в гуне благости вы видите одну единую духовную природу. Знание о том, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гуне страсти. То есть по названиям мы определяем живые существа. Собака это собака, кошка это кошка, это другой вид четыроногих. Есть класс млекопитающих, есть класс позвоночных, беспозвоночных, не знаю, с такой нервной системой. Обычно по нервной системе они рассматривают совершенство биологическое. Самая развитая нервная система это ну как бы у человека мозг головной такой и так далее. Загадкой было для ученых одновременно это дельфины. Они шумно делали большое тогда в 60-х и 70-х годах. Потому что до этого, до 60-х годов, я сейчас скажу, наверное, вы содрогнетесь. Черном море был открыт промысел на дельфинов. Их забивали. Дельфине жир подавался в магазинах. Нам сейчас трудно это представить. Почему? Потому что позже, когда ученые взялись за биологическое устройство нервной системы, выяснили, что он превосходит в чем-то даже человека по биологии. это натолкнуло людей на какую-то благость. Смотрите, что оказывается, несмотря на то, что это морское животное, а ведь может быть разумнее человека. То есть внутренний мир может быть просто другой. Вот они стали описывать, фантазировать. Как дельфины слышат, они думают, наблюдать, запретили промысел. Вот это хорошо, хороший момент. Знание помогло им отказаться от насилия. Это просто рыба. А вот не просто рыба, смотрите, там есть душа. Там есть развитое сознание тоже. Хорошо, а вот у этого не развитое сознание. Можно убить? Нет, он в эволюции находится, не мешай ему. Вот это точка зрения в благости. Да, собака глупее человека, ты можешь его бить, можешь корову зарезать. Нет, она в эволюции, там тоже душа, она эволюционирует, насилие прерывает, препятствует эволюции. Поэтому Ахимсы никому не причиняют зла, пусть живут все, все имеют право на жизнь, вот это эволюция души, из тела в тело. То есть вот это объясняется в благости. Если душа одинаков во всех телах, то судьба, карма, прошлая деятельность, так это связано с деятельностью души в материальном мире. Да, она может упасть в тело собаки и родиться, а может возвыситься в тело полубога, а может родиться человеком. Да, но это все временные одежды. Не мешайте эволюции, не вмешивайтесь в эти вещи. Это управляется свыше, создается. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни уже созданы, уже существуют. Мы пришли сюда как люди и мы должны разобраться в этом. как служить Богу, а не как удовлетворять свои чувства и свое понимание. В Индии я такое растение видел, коснувшись которого оно реагирует на ваши касания, оно сжимается. Кустарник такой. Я уже читал Бхагавадиту конечно в то время, но такого я не видел. Реально, реально, что там есть такое живое существо, как и я. Если он не может реагировать, я сомневаюсь. нет реакции. Ну вот растет, плоды дают. Ну живое, конечно. Еще изучали, на музыку реагирует остеония, на человека, который хочет подрезать ветку, уже реагирует. Как только берете ножницы и подходите, уже реагирует, уже чувствует вас. Оказывается, слабые сигналы там есть, но нет этой вот развитой нервной системы, а душа-то есть, живое существо там. Да, Рупада, комментатор Бхагавадгиты, просил учеников своих в Индии, когда они были, не рвать цветы с деревьев или фруктов после захода солнца. Почему, Рупада? Как дерево спит в это время, нельзя тревожить. Не то, что убить. Вот это Ахимсон, уважение к хромам жизни. Веда говорится, что деревья это божества, не рубить их без нужды. Охраняйте их. Мы в страсти к этому по-другому подходим. Если деревья все погибнут, то не будет кислорода, я не смогу дышать. О, теперь понятно. От себя я понимаю. Для своей пользы я могу понять смысл. А вот вне себя я не способен размышлять. Как же Бог на это смотрит? Я себя как Богом чувствую. Если мне хорошо, значит у вас хорошая религия. Если мне плохо, значит у вас плохая религия. Если на солнце там много огня, то я что-то не могу жить, значит там жизни нет. Вот такая вот наука в гудне страсти, знание в гудне страсти здесь описывается. То есть она делит, дискриминирует живых существ. А это тоже нужно различать, что перед вами человек, а не собака. С ним с собакой не нужно гиту читать. Тут ни одной сейчас собаки не считает в аудитории. Смотрите, все люди. Если все одинаковы, то и собак, и коров сюда давайте, и змей, и всех на свете. Нет, понятно, что мы должны различать эти вещи, пока у нас есть биологическое тело. и собака форма жизни не предназначена для того, чтобы слушать Бхага Вагида. А вот человек предназначен. То есть еще есть предназначение форм в их эволюции. А знания, привязанные, призывающие человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающие представления об истине и отличающиеся узостью и скудостью, называют знания в гуне невежества. узкая специальность называется. Это узкомыслие. Есть какой-то рассказ, я читал когда-то давно о древнем Толериме или Греции. Те старые времена, древние, так сказать, по историческим меркам современно. Там делали рабов. Там было секретное производство, очень дорогостоящее. суть в том, что нужно держать в секрете технологию, а рабы нужны были. И как сделать так, чтобы рыбы работали, выполнили эту работу и при этом в секрете все держать. Они нашли выход. Они их ослепляли. И все. Они не видели то, что там происходит. Они выполняли функции, их обучали функциям просто сначала, зрячими функциям, что они должны делать. Потом ослепляли и уже на производство эти функции изучали и просто механически выполняли действия, не видя, что на самом деле они делают. Вот так это называется гононевежество. Представьте, нам нужно мост построить из материального мира в духовный мир. о как это сделать. Да, есть вот бхагавадхита есть. Мост называется. Трансцендентное знание вы можете воспользоваться как мостом. Хорошо. Такой аллегорический пример. Вот эта цель должна быть ясна, что мы должны как бы выше поднять цивилизацию с человеческого на божественный уровень. Сначала с животного на человеческий, с человеческого на божественный уровень. Мост туда нужно перекинуть. Вот это знание есть. Такой. Хорошо. А как этот мост сделать? Потому что есть разные мосты, знаете, есть разные технологии, тоже технологии. Есть подвесные мосты, есть на сваях, есть арчатые, есть металлоконструкции. И мы приглашаем тогда узких специалистов. У них нет цели духовный мир на ту сторону реки перебраться. Нет. Но они знают технологии. Просто для них жизнь делать такие вещи. И они конструируют эти моменты. Не подозревая даже зачем они это делают. И конечно они получают благо. Потому что в итоге этот мост принесет благо многим людям. Они косвенно получают неосознанное благо. Ведическая цивилизация была так устроена, что цель знали браманы, остальных людей занимали в этой цели, даже если не понимали, что это за цель толком. Но это было хорошо. Люди чувствовали счастье, потому что эта цель благословляла. Люди оставались бескорыстными благодаря этой цели, поэтому от лидеров исходило такое благословение. А есть другой пример. У вас нет такой цели. Какая другая цель? Создать ядерную бомбу, чтобы наконец покончить с империализмом. Я не смеюсь, это факт. Не то, что я досуждаю, просто пример злунной страсти. И вы тоже привлекаете людей, ученых туда. Они не хотят воевать вообще. Они просто ученые. Но поскольку вы платите деньги, они конструируют это оружие. И вы говорите о патриотизме еще, и они это делают. А там в той стране то же самое происходит. Тоже такой же мост строят. Тоже ракеты нацеливают, тоже ученых, тоже говорят о патриотизме. Вот интересная ситуация. Видите, это все можно использовать по-разному. Вот эти гуны смешиваются, переплетаются, и сейчас мы запутались. Что мы делаем? Вот что моя деятельность, что приносит? с какую пользу обществу не думая об этом. Главное, чтобы мне деньги платили. Вот это называется невежество. Самое важное просто получать зарплату. А что там делаешь, какая разница? Лишь бы платили хорошо. Вот это невежество. Или кто-то математик, только через математику со всеми общается. Кто-то художник, только как художник, остальных игнорирует. Это все там. Шатри говорится, что любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение вишну для одной цели. Это объединяющая сила. Кем бы мы ни были, художником, математиком, дворником, вы сознаете Бога. Это совершенство жизни. Не в том, что вы дворник или художник. А если даже вы ученый не сознаете Бога, толку в этом нет и пользы. Лучше быть дворником, сознающим Бога, чем ученым не сознающим Бога. Так говорится. Потому что смысл жизни как раз в этом. Человеческая освободить свою душу, дух. И как же освободить путем отречения и знания. Здесь говорится знание. Почему знание описывается в этой главе? Потому что при помощи знания развивается отречение. если мы понимаем важные вещи, неважные вещи, понятно, мы знаем, как использовать все. А с ним путаемся, что важно, что не важно. Где же отречение? Не хлебом единым жив человек, говорится. Не только хлеб важен, оказывается, что-то еще более важные вещи есть. Не отрицая все остальные ценности, мы добавляем духовное знание. Не отрицая ценности добавляем. В страсти есть свои ценности, в благости есть ценности, и есть на духовном уровне высшие ценности. Но ценности у невежести мы не принимаем. Вот гуд у невежести мы не принимаем. Страсть можно принять нейтрально, не привязываясь к ней. Благость нужно выбрать, а невежество нужно отвергнуть. Это образ жизни. Это есть отречение. значит это три стиха были посвящены знанию в трех гонах материальной природы хорошо у нас есть какие-то вопросы появились это время я на лазарева ульяновск если сверхдуша только контролирует и позволяет нам действовать беспристрастно откуда голос совести на твердуши на твердуши параматма дает знание память и забвение для человека сама на трансцендентном например все мы слуги параматмы если вы общаетесь с каким-то человеком учитываете уровень знания не так и с этой позиции вы можете что-то ему объяснить хотя вы можете знать больше если вы учитель математики высший высшую математику знаете а в школе преподавайте арифметику это голос совесть вы говорите дважды 24 не означает что учитель сам изучает дважды 24 он знает высшую математику но все слуги параматмы мы должны учитывать да вот положение человека как и параматмы учитывает он позволяет быть всем но как совесть обучает их с разного уровня разные вещи может говорить кому-то математику кому-то арифметику кому-то алгебру кому-то выше математику это ее как бы но поддерживающая сила всех живых существ поэтому совесть как бы разные у всех нет люди разные а совесть одна совесть это что она всех поддерживает всех всех поддерживает у каждого человека есть какие-то ценности у любого живого существа есть свои ценности у животных есть ценность в биологическом вот этому симбиозе они даже не знают об этом это параматма устраивает каждого делать ценно с духовной точки зрения животное ниже человека падшее существо а параматма делает его ценно любое дерево ценно любое растение ценно любое живое существо выполняет свою функцию в природе имеет свою ценность это параматма а в человеческом уже как бы вот для людей необходима осознанность и мораль вещь относительная говорят но главное что она у всех есть своя мораль вот это сверхдуша даже у вора есть мораль но свои моральные ценности но по ему совесть говорит параматма не воруй пожалуйста у бедных хотя бы иди к богатому воровой они так и делают у них тоже есть своя как бы нравственность это у всех есть это параматма вот какая она зависит от человека параматма дает им нравственность в любом случае даже вору просто внимательно и хотя бы вот требуется одно условие чтобы пользу принесла эта гита большую хотя бы теоретически признать что кришна верховная личность бога уже это принесет большую пользу важно ли узнавать личность шиллы правопады чтобы понимать его книги конечно конечно это книга это то что пропад говорит раскрывает сердце он говорит словах описывает а еще есть деяния правопады поступки а чар прачар прачар он проповедует а чар он действует нужно той другой знать тогда мы лучше поймем то о чем пропады пишет ну даже более сказать что если мы начнем также поступать согласно тому что написано бога водите это очар называется мы сами станем очаре любой человек кто серьезно относится к своему поведению знание становится очаре духовным учителем как жить так чтобы приносить благо обществу следовать за бхагавадгиты потому что мы же не знаем как общество устроено видите говорится чатурнварням моя сриштам гонакарми бхага шага что общество разделено на четыре категории свыше это природа дает кришна говорит я создал эту систему чатурнварням моя сриштам мое творение четыре типа людей природных созданы богом это касается всех живых существ человеческих во вселенной эти варны называются вот если мы знаем как устроено человеческое общество мы сможем принести пользу если вы хотите всем живым существам принести благо недостаточно этого знания нужно иметь трансцендентное знание познать душу тогда вы сможете увидеть как это делать ничего сложного нужно просто увидеть ничего сложного есть кнопка как но и нужно просто увидеть в темноте мы не найдем выключатели если большое здание допустим бывает что не не может ориентироваться там а когда свет вы видите очень просто подошел нажал кнопку и все свет зажегся какие главные открытия произошли у вас когда впервые почитали богородит были открытия да и но и они не то что были сейчас есть открытия на каждую лекцию какое-то открытие это же грани без границ одно открытие которое меня сильно поразило ну например я прочитал в 7 главе что есть четыре категории людей которые приходят кришне которые не приходят кришне я сразу это как бы увидел что вот это вот факт классификация факт меня это поразило это было открытие что кажется все это ясно и видите все описывается все эти ситуации но вот это открытие которое меня поразило шокировало немножко я читал главу божественной демонической натуры и думал что демоны но он были в прошлом как в сказках даже были демоны какие-то злые силы там чародеи дядька черномор там знаете не дядька это черномор этот из Руслана Людмилы такой демон там описывается бородатый в сказках ну такое имя демон а сейчас ну нормальные люди демонов где демоны и там еще было написано что эти демоны считают себя богом я думаю ну таких людей не бывает ну кто себя считает богом это кем нужно быть да я же ясно что тут вообще бога нет в нашем государстве бога нет кто считает богом то есть у меня не было вопроса у меня это как-то не актуально не не обращала внимание но потом я пошел книги распространять на Невский проспект однажды в Ленинграде и шел бородатый человек с удочкой видимо на него ну рыбу ловить и борода меня привлекла его что это были люди обычно свободомыслящие бородаты читающие свободомыслящие философствующие как правило в те времена не просто была мода вот выдавала как бы их настроение я к этому бородатому подхожу и говорю вот бхагавадгита вот посмотрите что-то стал говорить он так сразу по деловому видимо читаю чуть раз сразу все покрутила полистал тут вы знаете такие люди были все читающие ну о чем она говорю о боге и тут он знаете как-то остановился и так на меня посмотрел и так мне к нему протягивает отдает знаешь кто я я сам бог вот это бхагавадгита я же читал это все есть и сейчас что эти люди и сейчас споны не существуют эти демоны все кто считает себя богом и потом нередкость потом началось богов этих несметное количество буквально как только стали считать еще бхагавадгиту уже аватары стали появляться там какие-то мессии там с Иисусом Христом уже разговаривают там потом белое братство там еще боги и воплощенные Мария Дави Иисус там знаете знаете слышали об этом а это был по всем по всем по всем по всем по СНГ сейчас-то в Китае происходит то есть немножко запоздало но тот же сам процесс в Китае происходит сейчас тоже аватары появляются то есть они о душе не слышали долгие годы а сейчас вот они уже слышат тоже есть книги про упады и сейчас такая у них тенденция тоже это пройдет со временем но люди все равно считают себя исключительным каким-то существом уступает место богу чуть-чуть уже понимаете уже как позволяют ну и выявляются такие откровенные демоны которые хотят именно миром управлять как бог все как бы были такие открытия все что там написано все сбывается на практике ничего теоретического это было для меня главное открытие что бога водит это настольная книга хэндбук по которой можно жить какое настроение должно быть для ведения бизнеса какова должна быть настоящая миссия бизнеса миссия да великой миссии в бизнесе бизнес это не просто деньги это также культурные ценности поддерживают бизнесмены моральные ценности то есть это люди ценители что имеет цену это есть богатство золото сейчас бумага какая-то там купюры вот вообще золото они знают недвижимость земля потом они помимо коровы основополагающие ценности в сельском хозяйстве в экономике это настоящие бизнесмены то есть развитые имеется не то что рвачивает эти знаете которые манипулируют обманывать друг друга а настоящие вот бизнесмены их миссия вот эти ценности все видеть культурные ценности это живопись это музыка это театр все эти бизнесмены российские прошлого дягилев третяков многие другие они вот достояние оставили россии вот эти вот бесценные сокровища культуры так они их называли то есть это тоже большие деньги то есть это ценности уже в другой как бы в другой валюте так скажем они цените красоты у них знаете дома красивые предметы красивые они вот эти вот все свои деньги они вкладывают в эти ценности они ценители тонкие и особенно если они развиты духовно они конечно оценят преимущество духовного знания и они будут поддерживать развитие образования в обществе это их главная миссия это настоящий бизнесмены эти рвачи вот который мы сейчас видим это не их прообраз тень настоящих бизнесменов вот настоящий без очень богат что не очень полезны эти люди обманывают друг друга берут взятки допустим там или как-то манипулируют монополии создают рынки сбыта еще там воюют за это за нефть за рынки сбыта в африке воевала европа там и другие англия там особенно монополию утвердила экономическую потом была война с германией побудительная причина главное было эти сейчас войны экономические видите военно-промышленный комплекс сейчас такое ответе соединение существует военно-промышленный комплекс то есть можете развивать сейчас богатство через военную промышленность через войну через такие отношения это как бы их тень прообраз вот тех настоящих бизнесменов а стоит ли доказывать что у всех живых существ есть душа и у птиц и у деревьев тем кто отказывается в это верить кто верит в свое и не допускает иного параматма мы только что обсуждали если вы верите во что-то это от параматмы я не хочу бога но он есть понимаете такое бывает бывает как с быть параматма решает забвение дает все бога нет забываешь и дает тебе другую философию убеждают ней подходящую для тебя вдруг замечаете о вам не нравится вот эта вот философия вот что говорит этот человек потрясающе это мое мои желания все параматма свела его если вы хотите бога вы сказать но это мне не очень подходит а что хочу не знаю вдруг кто-то говорит ария кришна а что такое нужно все свои существу посвятить богу погодите погодите интересно как это на самом деле что бог случае да и вот это параматма сведет ваши желания важны нет параматма не доказывает на как раз дает ему то что желает поэтому через то что параматма дает и вот через это нужно проповедовать например от бога можно отказаться забыть его что еще можно отказаться от нравственных поступков может отказаться можно отказаться от философских размышлений но их вообще какой толк от них тоже можно отказаться можно даже от здоровья отказаться и пуститься там в эту разгуль ную жизнь вообще от этого человек может отказаться от чего не может отказаться от пищи не может отказаться от семейных отношений вот этих унитивных не может отказаться, вот через это и проповедуйте им, если они не могут, на этом уровне. Покажите, что такое настоящая пища, что такое настоящая семья. Для таких людей, которые от всего уже отказались, и философские не мыслят уже, и нравственное поведение нет у них, и счастья тоже нет. Все потеряли, ни во что не верят. Тогда вот через пищу, через семейные ценности, через питание детей, они же еще заботятся о своих детях как-то, болеют все-таки. Через это давать им ценности. Какой баланс ГУМ самый оптимальный у семейного человека? Какой? Какой баланс ГУМ? ГУМ у семейного? Раджас-Тамас. Это семья, это как бы природа семьи. Не означает, что все домохозяева и семейные люди в Тамасе и в Раджасе. Они соприкасаются постоянно с этими ГУМами. Они могут быть в благости, потому что они могут быть сознающими Бога. Но сама жизнь семейная — это Раджас-Тамас. Именно поэтому в Шастре говорится, что гостеприимство. Если вы не принимаете гостей, вы будете завидовать все равно, вы не сможете справиться с этим. У вас будут конфликты. Потому что семейные люди живут по-разному. У них разные дети, разные ГУМы, разные характеры. И то, что приемлемо в одной семье, в другой — неприемлемо. И также у них есть своя собственность. Они в дом заносят, чтобы никто не увидел. А мусор выбрасывают. И со стороны, ну какая польза от человека? Все для себя, и только мусор выносит. Так все выглядит. Если мы из дома наблюдаем, из окна друг друга, мы не будем добрыми. Потому что семейная жизнь — это Раджас-Тамас. А как духотворить? А в гости приглашайте друг друга. Как только чувствуете, что-то вот... Пойдем. Обед. О, я тоже тебя приглашаю. Я отвечу. Я делаю тоже. Вот таким образом мы сближаемся к благости. — Скажите, пожалуйста, а делится ли смирение на гуны материальной природы? Смирение в Аннаханове тоже разное. Для кшатриев, например, смирение считается убивать ради блага. — Да, да. Да. Нет, это не относится к смирению. Так долго относится. Смиренно убить — как это сказать? Нет. Убийство есть убийство. Это в гневе делается. То есть нужна внутренняя энергия, чтобы убить кого-то. Даже по закону нужна внутренняя причина. Вы можете смиренно в благости прикончить кого-то, знаете, так... Ну, автаназия сейчас есть такой способ. Автаназия называется. Но это какая-то глупость все-таки. Нерекомендованное в Писании. Искусственная вещь. Настоящая вещь — это вот кшатрия. Кшатрия. Он обязан следить за законом. Не то, что, ну, Бог тебя накажет. Иди смирно. Прощаются все тебя из грехи. Бог тебя накажет. Что за кшатрия такое? Размазня какая-то. Это священник должен быть таким. И для того, чтобы это делать, роль священника — нужно иметь силу духа. Потому что, когда он так говорит, что Бог тебе судья, человек начинает прозревать, что в этих словах сила есть. А когда малодушие говорит об этом, Бог тебе судья, то есть сестру, 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 малодушие, кшатрию недопустимо это делать. Я тебя накажу лично по закону Бога. Потому что я слежу за этим законом здесь. У меня оружие есть. Закон есть. И я по закону тебя накажу. Вот так тебя Бог и накажет. Что я слуга Бога. Я слежу за этим законом. Это моя дхарма. Я должен это сделать. Если даже ты мне родственник, все равно я должен выполнить дхарму. Вот это сила духа. Смирение — это означает, что мы смирены перед кем? Перед высшими силами. Мы открыты, доступны к духовному знанию. Как кшатри остановить, чтобы он не был диктатором? Если он сильный, у него закон, у него власть, то как его, чем его контролировать? Духовным знанием. Вот тут требуется смирение от кшатри. Браман придет и дает ему наставление. И кшатри трону уступает ему свой. И слушает. Мы только что говорили, да, что религия души, так можно назвать. Религия души. Как вы назовете, каким словом вы назовете любовь к Богу, интересно? Религия это или нет? Вот вы реально любите всем существом Бога. Это религия или что это? Каким словом назвать? Это религия души называется. Как вы можете любить того, кого вы не знаете? Невозможно. Значит, вы должны знать Бога как-то, воспринимать его. Реально, если что, иначе любви не будет реальной. Любовь бывает сентиментально, надуманно, ментально, навеяно. Как? Религия опиум для народа в этом смысле говорят. Такое выражение есть. Ментально навеяно. Бога, которого они не знают вообще. Они тут просто у него прощение, они там молятся и какое-то чувство испытывают тоже. Но они не знают его. И поэтому, поскольку нет этой вот любви твердой в знании, они потом идут и снова грешат. Опиум для народа говорит. Пока вы курите опиум, вам хорошо. А потом опять то же самое. Как прочитав Бхагавадзиту, не остановиться, а захотеть служить Господу, захотеть менять себя? А, да, да, да. Ну, тут важно общение. Еще раз вопрос? Еще раз прочитать. А, еще раз прочитать. Тут совет сразу. Еще раз прочитать Бхагавадзиту. Ну, в конечном итоге, если вы уже много раз прочитали, да, вопрос остается. Общаться нужно с теми, кто уже практикует. Это очень вдохновляюще. Это могуще-то. Скажите, пожалуйста, как увидеть Кришну в глазах человека, тебя унижающего и оскорбляющего, или это урок смирения? Нет, Кришну вы так не увидите. Вы потом увидите Кришну. Позже, когда помудреете. Сначала вы обидитесь, расстроитесь, что вы так грубо сами поступили. Будете переживать несколько дней минимум. Смотря, ну, от тяжести и оскорблений зависит. Иногда она долго. А потом вы открываете Бхагавадзиту и читаете. Начинаете узнавать. О, карма. Моя карма, что ли? Мать мне часто говорила об этом. Она очень сильно болела всегда. Ну, много, правда. Я бы сказал, чересчур для одного человека. То, что она пережила. Я буду отдаться подробностей. Но она читала Бхагавадзиту. Много раз. Мы с ней общались. Она мне говорит. Вот какие грехи совершила в прошлом, скажи. Вот точно я же совершил много грехов. Раз я так страдаю. Ты можешь мне сказать? Напомнить мне об этом. Я ей что-то говорил на эту тему. И она успокаивалась. Это Бхагавадзита. Поэтому, конечно же, закон кармы от Кришны. Закон кармы от Кришны. Это устройство Бога, конечно же. Мы все отвечаем за свои поступки. Таков закон. Это воля Бога. Он не несет ответственности за наши поступки, когда мы делаем свои поступки. Но когда мы служим Ему, Он отвечает за наши поступки. Мы живого волю выполняем. Какой из нас спрос? На самом деле, это Он через нас действует. Он отвечает. Это другая картина совсем. Если вы уже практикуетесь, если вы уже осознаете Кришну, вдруг вас кто-то оскорбляет, унижает, допустим. Вы должны знать. Это тоже для вашего развития. Духовного. В этом тоже есть высший смысл. Не просто карма. А высший смысл. Вы должны почему-то научиться. Ну и, конечно, потерпеть свои реакции прошлых вещей. Это придется терпеть. Карма еще будет как вот по инерции, да, доставать нас в тех прошлых действиях, в прошлых жизнях или в этой жизни. Но уже смягченная, потому что вы уже служите Богу, она в смягченной форме приходит. Поэтому можете себя утешить тем, что, ну, если бы я не был в сознании Кришна, возможно, человек меня просто бы избил, а не просто унизил словами. Если нам испытания дадут Господь, и я должен потерпеть для того, чтобы получить какое-то понимание, должен измениться через это внимание, то если я получаю эти испытания, и не выясняю их там, и старшу прощения, не пожелывая, как бы не устанавливаю отношения хорошие, да, например, то если я это сделаю, если я способствую это отношения, то как я могу, я не могу это получать. Я же не страдал. Я тут же попросила решение, я навариваю, все, все хорошо, по идее нужно пересторазать все это. А я быстро все это навариваю. Это для неофитов, может быть, да, вот когда нужно прояснить все словами, да, вот вспомнить философию Бхагавадгита, обсудить все это, и то они еще поссорятся. А преданные, как решать этот вопрос, я скажу, можно и не обсуждать эти темы словами. Наши отношения, если там есть какие-то сложности. Если вы, как бы, ну, опытный преданный, просить прощения хорошо, но это для детей. Опытный преданный, он может не просить прощения словами, он начинает служить. Он сразу, видите, перешагивает через эти вещи, потому что он может попросить прощения, а на самом деле думать то же самое, ходить. Мы с этим и сталкиваемся постоянно, что мы говорим, говорим на словах, все хорошо, а в сердце остается то же самое, служения нет. Я не хочу служить этому человеку. Вот, и я просил прощения, он просил прощения, все как будто хорошо, а вот в сердце нет. Поэтому служение важно. Если мы опытные преданные, можем просто служить, и в этом уже есть прощение, и все остальное. Все это понятно будет каждому, что все уже хорошо, без слов. Это выше. Просто вот это прощение на словах тоже хорошо, чтобы хотя бы люди врагами себя не считали, чтобы услышали хотя бы, что ну вот, да, так. Плохой, конечно, человек, но просил прощения, ну слава Богу, ну как-то, как-то можно терпеть все это. Это простая элементарная вещь. Больше для неофитов. Преданные решают, служением все. Хорошо. Допустим, человек не спорил прощения и хочет служить, но тот не принимает служение, потому что отношения к ним нет. Вашнав принимает служение и служит. Это мирской этикет, простите, не хочу. О, нет, я не голоден. Если Маха Прасад предлагает, а я не голоден, это не вашнавский этикет. Если даже вы наедете, вы должны вот чуть-чуть почти понюхать его, это этикет, это вам предлагают, это 6 принципов додати, притил акшена, это любовь, а вы тут мирской этикет используете. Это неприлично для вашнавов. Это мирской этикет. Если вашнав просит прощения, вашнав прощает. Кто-то не прощает, тот не вашнав, говорится. Вашнав всегда прощает. Он не проклинает. Не так уж ли все проклятое? Господи Боже мой. Если еще вашнава будет проклинать, я никогда не знаю, что будет. Кто же тогда прощать будет вообще? Пропады же прощает. Все у него прибежища ищут, все тут и оскорбители, которые мы называем, и другие, все к Пропаде кланяются. Потому что он прощает. А мы последователи Пропады. Так это и есть служение. Отдавать дары, принимать дары, угощать просадным, принимать просадным, раскрывать свой ум с доверием. Это и есть суть служения. На этом все и держится. Вся духовная практика. Хорошо. И как мы улучшимся этому сегодня? Как это? Кто нас научит этому? Как это? Что делать? Палкай заставляют. Да и все. Палкай. Иди подари что-нибудь. Не буду. Как эта сила нужна у кого? Кто-то же должен заставить. Иди подари. Угости просадами не будут. Угощай, говорю. И палкой, палкой. Вот кто не хочет, то убить надо. Надо это делать. Мы должны сами себя бить, сами себя, себе проповедовать. Мы же слушаем. Для чего? Наш разум появляется. Мы начинаем себе проповедовать, искать в себе силы. Это наш путь к Богу, поймите. У каждого, у нас есть путь к Богу, своя дорога есть какая-то. Вот мы идем по этой дороге, мы сами должны шагать ногами. Кришна зовет издалека, а мы идем. Куда ж ты меня, Кришна, позвал? Тут я в яму упал. А глаза у тебя на что? Ты же смотри под ноги тоже. Не то же, как сумасшедшие, да? Заставив Богу молиться, лоб расшибет тоже. Еще разум нужно, применяйте, вот дорогу давайте, пройдите эту дорогу. Александр Геннадьевич, как относиться к микробам, бактериям, вирусам, хомарам? Они тоже живые души, но могут навредить человеку. Их можно убивать? Специально убивать не надо, потому что они имеют место в этом симбиозе. Она может быть неведомая, но у них есть своя задача от Бога. Поэтому специально мы их не убиваем. Но этикет таков. Если комар в доме летает, мы не гоняемся за ним, чтобы убить. Если он вас укусил, то это может произойти автоматически, и все, вы уже убили. Но преданное даже этого не делает. Даже комара не хочет убивать. Прабхупада, вот мы недавно читали историю. В Индии там они в какие-то занавески повесили. А Прабхупада сказал, эти занавески, вот эта ткань, она привлекает комаров. Их много становится. А ученики говорят, Прабхупада, да, мы их убьем всех. Говорит, что вы, говорит, за негодяи? Вы, говорит, сначала привлекаете, а потом убиваете. Не надо привлекать тогда, и не будете убивать. В Индию, когда мы приехали, мы увидели в те времена, там использовали сетки. Всегда, в каждой комнате, там никто не убивал комаров, просто под сеткой вы спали. Что вечером именно комары поднимались, и вот такие специальные сетки, у всех были сетки там. Всегда пользовались в Индии сеткой. Под сеткой спите, вы комаров не трогаете, они вас не кусают. И если кусают, это для иммунной системы хорошо, иглоукалывание называют, нормально. Нет, правда, в меру это все полезно, это может быть аскеза, может быть неприятно, кажется, да, но для разума человека это хорошо, он находит какой-то выход, делает сетки, вот это вот тоже, это разум. А когда вы в комфорте живете, вы ленивый, становитесь глупой. Поэтому сама природа, как бы, человек какую-то аскезу всегда будет предлагать. В природе вещей так. Поэтому специально мы не убиваем змеи, не охотимся на них, или комаров не ненавидим. Но если, скажем, они опасны, да, и она вот поселилась в доме, змея опасная, конечно, ну, лучше убить такую змею, иначе она убьет кого-то. Она не приручается. Для самообороны, для безопасности есть шесть видов агрессоров, против которых вы можете применить насилие, все это мы изучаем тоже. Но неразвиваемое настроение кого-то убить именно. Как в начале духовного пути избежать критиканства, фанатичной проповеди близким? Как смиренно жить с невежественными родственниками без ущерба для духовной практики? Не избежите. Вначале вы не избежите. Вначале все так поступают с родственниками, ну, и я не вижу в этом ничего дурного, собственно говоря. Семейные отношения могут быть такими, ну, откровенными, что родственники, а если они агрессивные, вы будете с ними сражаться, конечно же. Это же ваш родственник, чего вы будете стоять перед ним и улыбаться как с чужим человеком, что ли. Нет, вы схватитесь с ним, поделитесь, помиритесь. Обычное дело в семье. Семья и семья. Поэтому, если родственники агрессивны к сознанию Кришны, ну, человек защищается просто тоже, дерется с отцом или с матерью спорит, ругается, тоже обзывает их, свиньями станет в следующей жизни. Все так вот. Это можно понять по-родственному, ничего страшного нет, это в ячейке семьи не происходит. Там есть любовь и так далее. Никуда она не денется, поймите, это любовь к семье. Потому что в будущем все это трансформируется на какой-то более высокий уровень. Однако, конечно же, это не повод, чтобы причинять сильную боль родственникам или жестокими быть под отношением к ним. Просто быть правдивыми, отставить какие-то духовные принципы, это нормально. Но не разрушать отношения, нет, вы должны все равно понимать, давать им понимать, что это ваши родственники, это ваш отец, ваша мать. Вы никогда это не должны забывать. Служение более могущественное, служение более могущественное, чем слова. вот на этом, ну, конечно, если человек не хочет внутрь, то ничего не сделаешь с ним. Он может формально служить, формально говорить, это уже его позиция, тут мы ничего не сделаем. Мы говорим о преданном. Для преданного это возможно. Если он не преданный, ну что сделаешь-то? Что тут такие вопросы задавать? Для преданных все возможно. Так и проявляется преданность, а как она еще проявляется? Вот я обиделся и все, больше не служу. У преданных очень много проблем на этом, чем у всех. Да, не, не так много проблем. Всегда есть кому служить. Всегда. Как Прупад говорит, что если у тебя проблемы с духовными братьями, ну хотя бы, говорит, со мной общайся. Все равно какая-то связь есть. По поводу как раз продолжения вот этой категории взаимоотношений. И мне сложно считать себя преданным. Я хочу стать преданным. И когда я обхожу во взаимоотношениях, то мы смотрим как совхатель, как практикатор, мы смотрим на всех, как на преданных. Начинающих в крестности тоже достаточно практикует. И когда мы начинаем сотрудничать, то мы не обращаем внимания иногда на отношения и отношения раскрывают, либо они страдают, и тогда мы начинаем работать над собой. Наука самоопознания. Я пытаюсь строить отношения, и у меня ничего не получается. Я пытаюсь быть искренним, и у меня не получается. И тогда я подхожу к божествам, и если я достаточно искренним, я молюсь, я прошу их, чтобы они мне помогли. Это один момент. И я вижу, если я искренне обращаюсь, Кришна отвечает, Он создает ситуацию, где я могу восстановить отношения. И второй момент это терпение униквалы. Несмотря ни на что, я продолжаю служить. Я надеюсь, что взаимоотношения наши наладятся. Я не начинаю наложить. Факт. Чистая правда. Работает все это. Нет, я просто не согласна с тем, что как бы в этом я услышала в ответах унижения именно к словам. Они небольшое значение как хорошие, так и плохие. Поэтому добрые слова, добрые слова, извиняюсь, все то и край, за что пусть будет самоначально но необходимо, нельзя их поставить в какой-то значительный рамк. Нельзя. Ни в коем случае. Слова шастра, допустим. Как можно не обращать внимания на слова шастра. Да, нужно уметь прощать, все это говорится, можно проговаривать это все. И кому-то достаточно этого. Проговорил и все, ничего, чисто, но это разум очень высокий. На нашем уровне недостаточно, нужно служить еще. То есть мы не отвергаем? Ни в коем случае, нет, слова хорошие, а сейчас что мы делаем уже полтора часа? Потому что кто-то может это останется как самскара, впечатление, слова же были произнесены, мы же говорили, даже если в сердце нет перемен, слова все-таки помогают как-то существовать. Но полностью очиститься от недостатков трений через служение можно. И время. Время, да. Как Киртан, на Киртан приходят преданные иногда, там отношения разные у всех, а в Киртане не забывается, все очищается, это служение совершается. Нет, служить этим людям надо. не просто Кришне. Вот это выше. Не то, что всех проклинаю, Кришне служу. Я считаю, что нужно прощение объяснить человеку открыть ему сердце, когда есть такое, открывать свою умы и слушать кого-то, а потом служить. Это тоже служение, когда мы открываем свою умы и слушаем его. Ну да, если в духе служения, все правильно. Но я думаю, что я это как-то разъяснил все-таки, потому что формальные вещи нехороши. Да, заставляем кого-то дойди проси прощения, но он, потому что его заставили это делать. Иногда такое случается. очистился, но не до конца, пока не будет служения. Не спорь, все, хватит. Какой следующий вопрос? Враченко, хватит спорить. Вы же все разъяснили, все эти аспекты разъяснили. Какие проблемы? Никто ничего не отвергает. Перестань. Получается и оскорбление, и прославление, это все карма, и все для развития, и пока будешь находиться в теле, это не закончится. Что произойдет, когда сформируется духовное тело? Ровное отношение? Когда сформируется духовное тело, о! Что произойдет, когда сформируется тело? Тогда просто будьте носить это тело материально в придачу, и все. Но у вас не будет материального тела, вы не будете себя с ним отождествлять как с собственностью, у вас не будет этого тела. Будете формально в нем присутствовать. У меня есть тело в том смысле, что я считаю это своей собственностью, себя самим. Вот это означает телесная концепция. Если тело есть, но я себя с ним не отождествляю, но как в гостях я бываю в каком-то доме, я себя не отождествляю с чужим домом, я не говорю, что это мой дом, что я этот дом и мой этот дом. Нет, хотя могу там находиться. Поэтому, он говорит, что тела нет материального, не мое, если есть духовное тело. Царица Кунти, она к Кришне обращалась, мать пандов, она всю жизнь переживала за своих сыновей, в полной степени ей досталась лишений и боли, что ее сыновей преследовали всю жизнь, ее любимцы. Вся ее жизнь была в этом. Но когда она видела Кришну, она говорила, под влиянием твоей иллюзорной энергии я вот эти страдания переношу, потому что я же думаю про то, что это мои дети, а я вот их мать и так далее. Но я же при этом знаю, что на самом деле я твоя частичка. Вот кто я на самом деле, вечная частичка твоя. И когда Кришна ушла с планеты Кунти, она забыла все родственные отношения, она сразу уединилась, замолчала и оставила тело. Забыла про всех своих родственников, про все эти отношения. Это сознание Кришны. Вернулась к Богу. То есть у падхарма мы выполняем свой семейный долг. Это родственники наши, наша деятельность, работа. Но при этом мы развиваем память, кто я на самом деле. Ведь все это временно, это не я, это не мое, это мой долг. А я душа. Путем долга я освобождаюсь от этих всех обязанностей, проходя через трудности, очищаюсь. Вот я знаю, кто я таким образом. Это процесс освобождения. Если мы так понимаем, считайте, что у вас есть духовное сознание. Своими переживаниями делиться нужно от младшего к старшему. Могу ли я проговаривать свои эмоции в молитве Кришне? Конечно. Почему нет? Любой человек может обратиться к Богу. Любой. Если живешь в доме свекры, стекрови, дом в деревне, содержит скотину для будущей еды, на забой, как быть в такой ситуации? Ты не можешь устанавливать свои правила? Да, да. Мы не можем устанавливать свои правила сейчас. Мы не можем сказать «закройте бой, не дай все». Нас никто не послушает еще. Вся экономика сейчас уже так связана. Но мы можем изменить ситуацию постепенно, проповедуя сознание Кришны. Постепенно. Постепенно можно достичь результата. Не будьте экстремистами. Нужно знание людям, не просто запреты. Они в невежестве это делают, потому какие-то снисхождения свыше есть. Потому что в невежестве не ведут, что творят. Да, нужно простить что-то. Потом проповедуйте. Пусть они в знании будут, не в неведении. И тогда ответственность появляется. Следующий вопрос. Возможно ли понять Библию без изучения Бхагавадгиты? Стоит ли читать Библию после прочтения Бхагавадгиты? Или это не имеет смысла? Все можно понять, если есть разум. А вот где взять разум? В Бхагавадгите, в Библии или в Коране? Где? Нет. Разум через служение приходит к Богу. Где бы вы ни были, в Библии, в Коране, или в Бхагавадгите, вы не поймете ничего, пока не будете совершать служение, практиковать, делать что-то. Вера без дел мертва. Поэтому Гита в чем цена? Не только то, что она дает философское какое-то разъяснение, а тем, что она может занять вас служением. Вот тогда она становится понятной. Полностью. А так ее будут читать, пока это что-то новенькое. Люди почитают, конечно. Потом скажут, я прочитал, все. Но если у вас нет преданного служения, вы не будете иметь постоянного интереса. Углубить знания невозможно таким путем. Нужно служение. А если вы служите, неважно где вы, в христианстве, в мусульманстве, вы служите, вы постигаете Бога. Постигайте смыслы. Итак, моя жена не согласна, что недостаточно просить прощения, а только служения. Иди садись сюда. Расскажи. Прямой эфир. Как ты понимаешь? В конце этого разговора я пришла к выводу, вернулась опять к принципам додати. Что мы говорили прощения, о служении и о принятии гостей. А принцип додати выражается в этих трех простых вещах, которые мы перечислили, уходят туда. Что открывать своему ум, выслушать кого-то, это вот мы говорим. Это имеет цену. Это Священное Писание утверждает. Дарить дары, принимать дары, это тоже, как служение, тоже имеет цену. И что там еще у нас? Третье. Раскрывать ум с доверием. Нет, это мы уже сказали. Ну, просадам, просадам и дары. Дары, да. А угощать и дары. Гостеприимство. Все это умещается в эти шесть принципов додати. Все, о чем мы говорили, можно как бы как интенсию, как формулу иметь. Вот принцип додати. Там все. Ну, ты правильно говоришь, что нужно их три практиковать одновременно, не одно что-то. Да, согласна. Вот я и хотел дополнить, что не только просадам, но еще служить надо. Просадам угощать. Вот мы пришли к согласию, видите. Благодаря Бхагавадгите, мы все-таки, видите, наша семейная сцена не трагичная. Она развода не будет. Мы нашли общий язык. Да, да, твой. Вы говорили, что сцена подняется вполне всем. То есть надо следовать не одной заповедям всем. А если у человека пока не хватает равного силы, следовать всем заповедям. То есть как это происходит? Им вообще останется не открывать? А нет проблемы? Нет, нет. Ты зря так думаешь. Если все не открывается целиком, это не проблема. Важный процесс. Мы о чем говорили? Что пока он целиком не поймет, он не может утверждать что-то. Например, кто-то вегетарианец. И все на это. Вот он может о вегетарианстве уже говорить. Но они еще недостаточно опыта, чтобы говорить, скажем, абсолютно истине широко людям. А опыт вегетарианства уже есть. Он может с этой точки зрения что-то говорить хорошее. Но когда он уже освоит все эти правила и предписания, и уже мысли о Боге у него есть, когда он полнотует, то он может утверждать истину какую-то от лица предыдущих отчарьев. Квалификация полная должна быть. Я не могу быть наполовину врачом, наполовину родителем. Я должен быть в полном смысле слова соответствовать. Здесь то же самое. Но учиться я могу. Пока я учусь, я могу быть наполовину врачом. Еще не закончено образование. Пожалуйста. Но я еще не лечу людей, видите. Я еще учусь. Рухашев сказал, что через Багавадгита все религии люди обретают могущество. Как это происходит? Через служение? Служение. Да, да. Багавадгита что? Я слуга Бога. Давайте служить. Вот это путь. Это путь для всех религий. Служение Богу. Через служение человеку это делается иногда по-разному. Через служение экологии. Но важно сознавать, что мы для Бога это делаем. Имя Бога повторять. Самое прямое служение Богу сейчас. Век калит. Имя Бога повторять. Ежедневно имя Бога воспитать. А отсюда исходят все многие многообразные виды деятельности и служения. Но все это дух служения. Вы царь, но вы слуга. Вы дворнику тоже слуга. Разница не должна быть духовной. Никакой дискриминации. Хотя положение разное, дух один, культура одна. Вот это Багавадгита. Да? Смиренный мудрец видит одинаково. Стих помнишь? Пандита самодаршина. Пандита самодаршина. Целиком стих знаешь? Нет? Пандита самодаршина означает, что человек видит одинаково. Корову, слона, собаку, собакоеда и брамана. Вот в гейте стих есть такой. Вот. Это вот духовное сознание. А как показать, что религия – это научный процесс? Потому что он воспринимается как же наука. Есть какой-то конфликт между точными науками и гуманитарными науками. Все гуманитарные науки, они по основному воспринимаются как ложные. Потому что они субъективные, там нет такой вот точности. Как математика, физика, например. И поэтому вот эта вот гуманаблагость, она как бы игнорируется со стороны современной науки. Они прям выдвигают вперед трансгуманизм. Это такие вот идеи, когда человек как бы больше как бы с техникой связан. Что можно просто чип ставить, что можно просто его переделать с помощью каких вещей. Потому что религия не работает в их представлении. А религия на самом деле не работает сейчас. Поэтому и люди идут туда, в этой стороной. На самом деле это факт. То есть там есть хорошие ученые. Просто у них недостаток духовного образования. Поэтому они развивают на благо людей технологии. Так они понимают, что это хорошо, это полезно, это нужно финансировать. Они доказывают это, показывают, какие будут результаты, что из этого получится, сколько пользы. И власть смотрит на это. Да, все, так мы сможем как-то поддерживать общество чипами. Иначе люди, смотрите, сейчас неуправляемы. Управлять-то невозможно. Сейчас становится труднее и труднее людьми. Диктатуре возвращаться тоже нет. Наука помогает сейчас. Но вот они ищут в невежестве все это вслепую. Не ведая, что творят. Потому что результаты, они не знают, какие будут последствия этих чипов. И других новшеств, которые они вводят сейчас. Но они при этом не откровенно говорят, что традиционные религины это препятствия. Что вот эти традиционные взданы будут им мешать. И что их нужно как бы вот... Да, да. Вот в том-то все и дело. Абсолютно верно. Вот эти стереотипы сейчас сильно мешают. Традиционные стереотипы везде. И научные, и религиозные мешают людям. Духовное знание это не стереотип. Это всегда что-то новое, удивительное, открытие. Но вот мы должны открывать эти вещи. Людям. Когда-то открыли это радио, так? Попов там, да, сделано. По проводам, оказывается, эти колебания, вибрации можно передавать, озвучивать, усиливать. Все, радио есть. Вот в Москве говорит, вся страна слышит. Это же было чудо для деревенских жителей. Рассказывали нам, как деревенские жители приходили и крестились на этот столб. Боялись, потому что Бог, да? Бог, что ли, есть или что там? Как это? В Москве говорит Левитан, а мы слышим его здесь. Чудеса. Потом в школе приходит учитель физики. Всю деревню собирается, и они им объясняют. Эпотетический ток, колебания, технологии вот эти все разъясняют. Все? Понятно? Может, должен разъяснить детально? То, что написано в Вагово-Водите. Детально показать механизм. К чему приводит? Вот это качество человеческое, скажем, вот оно как бы к делу не относится. У него уже чип, да? Но у него качество есть какое-то. Гуна. И к чему это все ведет? А это к чему ведет? И механизм показать. Люди увидят, да, работает все. Все это никакая не религия, смотрите, все практично. Карма работает. Вы чип вставляете, это карма. Какие последствия? Давайте посмотрим, изучим. О, нет, давайте с этим осторожно быть. Если нет таких знаний, тогда на опыте придется все это получать. Болезни новые. Чип означает новые болезни. Если вы так психику порабощаете человека, это уже больной человек, если он с чипом, с протезом живет, так? Это протез для ума, для сознания, это уже болезнь. Но протез не излечивает болезнь, а усугубляет ее. Вы калека. Если вы с чипом живете, вы калека. Если у вас нет совести, тогда у вас будет чип. Ну, есть, это все подробно можно разъяснять, как в Махабхарате я прочитал, скажем, как вот механизм нищеты. Как чувствуется нищим. И там показана вся цепочка. Вы просто глаза так открываете. Вот это да. Жадность в итоге причины нищеты. Там прям по ступенькам все. И невозможно опровергнуть. Все очевидно. Факт. Просто раскрыт механизм. У них тогда вопрос, где силу такую? Взять силу, чтобы его тело-то нравственный? Откуда он себя? Взять силу не в человеке искать, а в себе сначала найти. И вот она передается от человека к человеку. Как вирусы передаются от человека к человеку, так же нравственность передается от человека к человеку. Это создаются культуры, образования. Но те, кто создают культуру, образования, должны быть сами высоко нравственные и духовные. К вам претензия к ученым. Где ваша нравственность? Вы умный, а нравственность? Где ваша духовность? Поэтому вы изучаете человека, а не изучили себя. вы себя не можете развить, где же вы, ваша наука? Односторонняя, неполноценная наука. Вот претензия к ученым должна быть, а не к тому, что человек такой, и что с ним делать? Вы не знаете, что с ним делать, значит, вы в невежестве. Где же ваша наука, если вы не знаете человека? Себя не знаете. Пропадабы только об этом и говорил. Вы себя не знаете, это вызов. Мы бросаем вызов. Вы не знаете. Вы думаете, что вы знаете, вы ничего не знаете. Дорогу к счастью вы не покажете, вы не знаете. Вы не знаете человека, вы не понимаете его внутренний мир. Вы занимаетесь чипизацией, но это искусственно, потому что вы не знаете. Еще опасность, что это привлекает молодежь. Молодежь им это интересно. Чипы, технологии. Вчера Масанкист мне книгу показал молодому Пашу. Он говорит, у меня фантастика интересует больше. Ну, такая фантастика тоже. Вот такая фантастика. Еще круче. Ну, как бы, вот они в эту сторону смотрят все равно. Ну, молодежь, ну, а кто не? Ну, любая молодежь смотрит эту сторону. Им же нравятся эти штучки, конечно. Потому что тело пока работает у них автоматически. Пока мало дают. Поэтому с ними и так не нужно. Ну, да, фантастика супер. Тоже фантастика. Тут фантастика на грани реальности. Понимаешь? Или реальность на грани фантастики. Вот что тебе интересно? Просто фантазия или вот реальность на грани фантастики. Ну, как-то так с ними можно говорить. Легко. На грани фантастики наша жизнь, видите? Хорошо. Да? Начали лекцию всего из-за того, что человек должен иметь две практикации. Ученик и как учитель. То, что он знает, он передает людям. Ну, я сталкиваюсь с таким моментом, что есть такие люди, которые постоянно учатся, но не приходят. Постоянно сказать, что это передовая знания, которые они уже устроили. И сейчас это даже такой синдром называется синдром самогланта. Ну, это ложное эго просто. Это незнание. Оно превращается в ложное эго. Трансформируется. Утраченное знание уже. Если человек стесняется говорить то, что для него ценно, то, что он узнал ценности. Если он стесняется, боится, считает, что это не нужно. Светильник не ставят под стол, светильник ставят на стол. Значит, это знание представляет собой. Он нет понимания Кришны. Значит, он не получил правильное образование. Если человек видит Кришну в этом знании, но уже проповедует, знает только один стих Багаврит. Уже рассказывает другим, как это важно. Я книги распространял в Екатеринбурге во время голода. Денег не было, особенно старикам было тяжко. И марафон был как раз зимний, декабрьский. Я пошел к универсам, тогда был такой магазин. Сейчас супермаркет, универсам большой. И стоял у входа там недалеко, у большого универсама, потому что люди шли туда за продуктами. А продуктов практически не было там. То ли талоны, то ли что-то еще. В общем, там тяжелый случай был. Я понимал, что эти люди идут, они сейчас нищие все в магазин. С надеждой что-то там все-таки купить, там поесть, там для семьи. Но такая атмосфера была тяжелая. Я еще думал, как же книги распространять, книги дорого стоили. И идет какая-то бабушка, ну я просто всем показываю книгу, понимая, что скорее всего никто не купит. В такое тяжелое время. Бабушка идет с палочкой, поднимается по ступенькам. Я ей тоже показал, вот, она остановилась. А что за книга? Ну, божественная книга, божественное знание. Стал ей рассказывать, так, без привязанности. А сколько стоит? Ну вот, такая сумма. Думал, ну она пойдет сейчас в магазин дальше, конечно же. Достала деньги. А мне ж не по себе, знаете, старуха вообще. Ее сейчас деньги последние отберу. А мне не по себе, вот как-то на душе, знаете, я эти деньги беру и книгу. Думаю, она же там ничего не поймет, там санскрит, боже мой. Я думаю, ну ладно. А она причем не пошла дальше в магазин, а вернулась обратно, потому что денег не было. Все, она отдала деньги. Но я вообще думаю, что я ограбил старуху. Думаю, ладно, вот завтра я на это же место стану в это же время. Если ей не нужно, она придет и я ей верну деньги просто. Вот с таким условием. И так и было. Я встала на следующий день, она идет снова. Думаю, ну я уже деньги готовлю. Я ей думаю, бабушка, вы прости. Вот. А тут какие-то люди еще стоярием, тоже эту книгу показываю. Они так как-то прохладно, так смотрят с недоверием. Думают, что-то говорят, как-то приостановились они. Это бабушка меня видела. Ой, спасите Господь. И этим людям берите эту книгу, берите. Я, говорит, вчера купила, говорит, сердце успокаивает. И какую-то там строчку, какую-то там стало говорить. У людей шок там был просто. Она пробила эту атмосферу, что я не мог пробить, потому что я, ну, как сентиментально, да, я вот эту ситуацию, я был в той ситуации, в тех материальных обстоятельствах, как бы. А она это пробила просто все. Берите и все, говорит, и все. Несмотря ни на что берите эту книгу. Думаю, вот это проповедник вообще. А что она прочитала? Она вот один вечер заглянула туда и все, видите, она проповедует. А тут бхакти-шастры прошли, бхакти-программ прошли, бхакти-абхаву заканчивают уже. И все в ложное яга. Я все еще вот, понимаете, как, артерское искусство еще нужно изучить. Иначе вот я славу так не получу, понимаете, вот я там оговорюсь, там, все заметят, и вот мы несовершенствуем. Все в ложное яга уходит. Как говорится? Не в коня корм. Не надо просто нам ученых плодить очередных. Нужны преданные. Преданный станет ученым. Одну шлоку расскажет, другую шлоку расскажет через сердце. Он все поймет сам, и другие поймут. Но это моя позиция, я не отрицаю, что творить образование, простите, я же не буду критиковать образование. Наоборот. Но это ответ на вопрос, на конкретный вопрос. Образование-то очень хорошо, но мы же говорим духовное образование, а не ложное яга. А как прерывается вот это, что ложное яга не уходила в знание? Нужны примеры, и все, нужны примеры хорошие. Подавать примеры? Да, подавать пример. Да, да, да. С энтузиазмом проповедовать, что знаешь, и все. Никаких проблем. Это работает. Мы, как раз, в намахатах этим занимаемся, когда приходят люди новые, то один из акцентов намахаты – это раскрыть личность, дать возможность ее раскрыться. То есть, другими словами, чтобы вот эти комплексы, которые у нас находятся, они постепенно уходили. И это в результате хорошей атмосферы. Очень важный такой момент для намахата, чтобы атмосфера была, атмосфера доверия. И тогда человек начинает раскрываться. И постепенно, постепенно, если человек наполняется знаниями, то у него появляется желание говорить. Так, на намахатах – это некая тренировка. Это как полигон, где мы пытаемся начинать проговариваться и правильным образом проповедовать. И в намахатах, если это удается, то это удача намахата. Вот ты меня сейчас навел на мысль хорошую, то, что ты сказал. Если мы не будем говорить Бхагавадгиту, то, что мы читали, слышали, скажем, то мы все равно что-то будем говорить. Следует логике. Лучше вообще молчать. Тогда вообще молчите. Если вы не о Бхагавадгите говорите, тогда вообще молчите, тогда вообще ни о чем говорить. Толку-то от этого. Но они болтают-то целый день, о чем попало. А о Бхагавадгите нет, не будут говорить, потому что не квалифицированы. Если вы не говорите, то просто молчите и вообще рот закройте. Ну я, может, издеваюсь, но в этом что-то есть. То есть еще раз. Как сказал Иисус, по-моему, сказал, что если вы меня постесняетесь в этом мире, я вас постесняюсь там, в мире Бога. То есть вы получаете знания для чего вообще? Чтоб стесняться? Говорить об этом? Но это не искренне. Вот бы Иисус пришел, бы постеснялся проповедовать. Или гуру приехал и сказал, ой, нет, я сегодня… Я еще ораторское искусство не освоил, простите, никак не могу. У нас есть разные гуру, есть гуру, которые, ну как бы, не как ораторы говорят. И мы на это внимание не обращаем. Там есть духовное знание трансцендентное, вот что. Я помню, когда прижал Гопала Кришна Госвами, он же из Индии, да? Ну, отличается образование у них, как вот, с такой стороны, да? Западный человек и индиец. И вот гуру из Индии приехал. А преданные в то время, они горячо обсуждали тему вот душа и тела, разницу. И всякие подковырки там, вот как душа, если там, скажем, вот звезду морскую разрезать на части, и каждая часть оживает, то вот как эта душа, где она, откуда эта душа. И, в общем, такие всякие штуки вот пытались. Вот. И ему этот вопрос разъясняют, значит, про душу там, сомнения эти все. И ждем, сейчас гуру должен разъяснить там все это. Он говорит, это не ко мне, это к доктору обратитесь. А они опять, ну вот душа же там, то, то, почему, как. Он говорит, вот так в шастре написано, надо верить шастрам. Ему еще что-то, я, говорит, не понимаю вопроса. Он так и не понял вопроса, потому что в его понимании шастры же есть, зачем вы это обсуждаете? Ну, мы же принимаем шастры. И вот я через него понял, что нужно просто принять шастры, нужно что-то принять, перед чем вообще говорить. А так мы просто спорили и ждали там аналитиков каких-то гьянистых, которые мы нам детально разъяснили вот этот вот механизм воплощения, перевоплощения и так далее, раскрыли. Он говорит, надо принимать шастры, потому что это за пределами нашего понимания. Я впервые тогда понял, что нужно принять авторитет шастры. Все. Вот гуру, видите. А что он такого сказал? Надо принимать шастры. Ну, он сказал, с духовной платформы это. Кто-то другой бы сказал, я сказал, ну, шастры, что такое шастры. Ну, а когда это гуру сказал, все. Не требуется и у этих других вещей вспомогательных. Нам не требуется много знаний, чтобы проповедовать сознание Кришны. Слишком много знаний не требуется. Нам нужна собственная вера и прозрение, а не багаж логических аргументов. Это тоже хорошо, но главное это наше вера и прозрение. И вы можете проповедовать. Даже своим языком. И люди будут читать Бхагавадзиту, общаясь с вами. Хорошо, на этой вот ноте читать Бхагавадзиту мы закончим наше чтение сегодня. Спасибо большое.